всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду как вы уже поняли из названия сегодня речь пойдет о копчении постоянные зрители канала прекрасно помнят что я обычно делаю копчение применяя либо картонные коробки либо емкость от гриля не и гриля дома мама маунтин смокер выбора емкости в качестве домогенератора меня выступает китайская такая приспособа вы старас видели и мне наверно раз сто задавали вопросы а какой фракции нужны опилки для того чтобы они там горели я не знаю какая-то фракция я показывал вот смотрите но такие это очень мелкие я купил на мазоне мешок сразу вам 25 килограммов был им пользуюсь это меня бук так вот если в этот домогенератор насыпать опилки более крупной фракции то они не горят то есть начинают леть и гаснут совсем недавно ко мне обратился с предложением прислать на тест товарищ компания коптилру я ссылочку размещу в описании видео и прислал мне на тест коптильный дымогенератор этот дымогенератор работает не на опилках а на щепе у меня давно уже лежат щепки которые приобретал вместе с выбором для копчения они крупных вы видите это у меня пекан орех такой и вот есть пакетик с щепками виски называются это насколько понимаю бочки в которых виски готовился на щепку пустили и вот делать где-то еще яблоко лежит так вот эти щепки можно использовать в этом дымогенераторе у меня большие планы на этот дымогенератор я собираюсь когда наблю на руку немножко модернизировать ящик который вы видите чуть позже и может быть поставить он нагревательный элемент с датчиком температуры для того чтобы заниматься горячим копчением в этом ящике потому что коптить горячим копчением в моей старой электрической духовке не очень удобно короче я заговорился и так сегодня я собираюсь испытать этот дымогенератор и для этого я приобрел скумбрию ну четыре таких некрупных рыбки я попросил в магазине разделать на филе семгу и уже успел пожалеть об этом потому что раздел продавец крайне неаккуратно или и я взял уже засоленное филе трески я вам тоже уже говорил это филе трески сразу после вылова треску разделывают на куски пересыпают крупной солью соль вытягивает из рыбы всю влагу и она в таком виде хранится перед употреблением и нужно вымачивать как вот вот это филе было просолено потом уже вымочены сейчас она соленая поэтому филе засаливать это не будут риски а со всеми остальными разберусь солить скумбрию буду мокрым способом мне это не нравится на самом деле взялся только из того что при посоле мокрым способом можно использовать пряности для рассола мне понадобится лавровый лист кориандр черный перец соль сахар на а для посола съемки я уже показывал как я солю соль и сахар для того чтобы в рассоле хорошо разошлись ароматы пряностей нужно по-хорошему прокипятить их но мне честно говоря лень ждать пока рассол после этого остынет поэтому я часть рассола треть залью кипятком дам немножко настояться сразу высыплю соль и сахар помешаю доливаю мерный стакан у меня из толстого стекла может лопнуть поэтому надо понемногу нагревать его так в данном случае пол литра воды надо растворить соль сахар все не дорастол немного остынет и тем временем займусь семгой крупноватый надо ее разрезать наверное пополам угадайте каким ножом спонсорским ножом саймура кайджу так и вот это тоже вот так осаливаем так здесь у меня соль и сахар все пропорции уже прочитали правильно перемешаю так немного на дно соль сахар шкуру и наружу кладу ну так и сверху тоже пересыпаю еще если у вас такое желание есть можно переложить свежим укропом семгу ей это пойдет только на пользу будет лучше просаливать я ее буду сутки больше не надо мне нравится слабо соленая семга тем более если она будет еще коптится максимум если вы хотите немного больше соли поддержите ее двое суток больше не надо все темку откладываю ну что у меня перерыв примерно полчаса мне нужно чтобы немного остыл вот этот вот раствор этот рассол после чего нужно будет долить этот рассол еще литром воды то есть что получилось полтора литра не то чтобы это было очень важно но мне для того чтобы нормально залить мои четыре хвоста в этой посудине нужно именно полтора литра количество рассола в соотношении с рыбой не важно важно концентрация соли в рассоле концентрацию вы можете прочитать в начале ролика в перечне ингредиентов ждем прошло полчаса и можно продолжать обратите внимание я скумбрию не потрошил она у меня не крупная совсем и если выпотрошить ее сейчас то соль не через кожу а с внутренней стороны через брюшко будет проникать быстрее в рыбу и будет неравномерно просаливаться мне в этом не хотелось выпотрошу ее после того как она просолится и так заливаю пол литра этого рассола и доливаю еще литром воды просаливаться скумбрия у меня будет в холодильнике 48 часов двое суток а вот всем будет солиться всего сутки поэтому семгой и треской я займусь уже завтра а этой еще через день до встречи прошли сутки семга засолилась смотрите сколько она дала сока видите целая куча эта соль вытянула влагу из семги прежде чем рыбу коптить надо ее подсушить подвялись я знаю что и вебер мой нежный любимый и очень многие другие коптильщики замачивают щепки для того чтобы было больше дыма но если в коптильне есть влага она неизбежно конденсируется на продукте соответственно продукт всегда же имеет более низкую температуру чем дым ну почти всегда скажем так раз конденсируется с ответа влага то на продукте появляются некрасивые потеки если вы хотите действительно красивый продукт если вы хотите тонкий вкус копчения не нужно замачивать ничего тем более нужно избегать любой влаги в коптильне поэтому надо вялить для подвяливания можно воспользоваться просто повесить его на ветру укрыв от мух я воспользуюсь своим специально сделано своей сушилкой дегидратора отдельный ролик я про него уже снимал щелкайте посмотрите если вдруг пропустили это просто пластиковый ящик который я вставил обычный вентилятор предназначенный для ванных комнат в крышке ящика сверху есть отверстие но сейчас вы видите сюда я для подвеса закрепила несколько прутков металлических и решеточку закрепил временно эта решеточка как раз таки от того набора который мне прислали на тест решетку можно любую повесить как вы понимаете ну что давайте все дело укладывать так ну сначала вывожу сюда треску благо она у меня была просорена ну теперь все в мушку так немножко побольше места нужно чтобы лучше воздух проходил так ну вот все у нас лежит прекрасно закрываю крышкой обратите внимание вот здесь вентиляционное отверстие закрываю чтобы мухи осы не летали все запечатал остается включить в розетку и оставить сушиться воздух засасывается прогоняется через этот ящик и выходит сверху сколько вялится зависит время от влажности воздуха на улице от степени влажности вашей рыбки в моем случае это займет от 12 до 24 часов исходя из опыта использования просто у меня сейчас нет под рукой прибора чтобы померить влажность воздуха поэтому я буду смотреть на внешний вид и покажу в каком состоянии можно останавливать процесс завяливания и начинать процесс копчения до встречи я тут подумал все равно времечко есть так что давайте я пока быстренько соберу ящик для копчения и продемонстрирую вам сам дымогенератор вот такая коробочка так ну коробочку я собрал теперь давайте посмотрим что у нас во втором ящике там по идее должен быть сам дымогенератор ну что сборка завершена так ну вот такая конструкция коробка стоит закрывается плотно но честно говоря при плотном закрытии как-то нельзя должна быть все-таки тяга какая-то даже для стоячего дыма для копчения в стоячем дыму то есть когда движение дыма очень слабое все равно щелочка должна быть небольшая ну в принципе можно неплохо закрывать а так это вот чуть наискосок и все мы обеспечиваем достаточный продух так сказать это у нас маленький компрессор такой же какой бывает в аквариумах он будет подавать воздух в дымогенератор дымогенератор будет дымить все будет работать в комплекте идет такая вот щепа фирменная не знаю что за щепа здесь стоит кстати достаточно мелкая мельца чем та что у меня хранит посмотрим как с той коптится и как с этой мне остается подождать когда завялится семга когда завялится скумбрия и можно будет приступать до завтра продолжением рализонского балета рыба провяливалась у меня практически сутки чуть больше и сейчас она в прекрасном состоянии так что начинаем процесс копчения начну я собственно говоря с раскочегаривания дымогенератора так ну сначала надо насыпать щепы наверное в первый раз я все таки использую ту щепу которая прилагалась видите она достаточно мелко нарублена не так как моя выброска думаю выброска тоже вполне пойдет но начну я все таки с этой щепа коптит фирменная не написано какая какого дерева и прикрой крышкой так теперь нужно эти я уже дел трубочки компрессора теперь и сюда тоже надо вставить есть включаем компрессор в розетку остается только запалить с этой стороны тоже можно ну в принципе дым уже пошел вот смотрите дыма на самом деле очень много значительно больше чем я привык коптить поэтому придется видимо время копчения сокращать то есть если со своим маленьким дымогенератором я копчу и 12 и 24 и 48 часов то вот с этим количеством дыма думаю хватит наверное и 6 но это увидим впрочем так ну ладно давайте рыбой займемся а какая рыбка смотрите видите как она лоснится она уже такая подсохшая это значит очень сконцентрированный вкус надо ее отправлять в коптильню так и теперь нужно уложить рыбку есть а вот эту вот рыбку сюда разложить более как-нибудь вот так вот отлично накрываю крышечкой вот так вот оставим небольшую щель процесс идет очень дымный так но у меня сегодня практически поточное производство моя скумбрия просолилась прошло двое суток поэтому самое время ее выпотрошить и отправить в дегидратор провяливаться тоже на сутки поехали так потрошить я буду не разрезая пузо просто потому что не хочу потом распорочки вставлять в это самое пузо так голову выбросить сердце видно вот так вот и достаточно рюху я распорол пальцем смотрите безобразие какое потому что очень нежная рыба так просолю же и промою ее так вторую выбросить стараться чтобы пузо осталось целым вот такая вот у меня рыбешка просолена дегидратор я ее отправлю на вот этих крюках которые кстати шли в комплекте с коптильней вот этой вот от компании коптил вот пожалуйста все подготовлено все отправляю скумбрию на сутки в дегидратор развешу ее наверное здесь недалеко друг от дружки и вот так все оставляю это дело провяливаться оставляю рыбу коптиться буду заглядывать наверное каждые два часа смотреть контролировать потому что ну что-то слишком много дыма в принципе можно трубочку немножечко здесь пережать даже о я совсем убавлю компрессор будет нормально мы посмотрим что получится мне на самом деле вот эта коптильня интересна в первую очередь использованием разных пород дерева потому что опилки как я сказал уже я купил сразу 25 килограммовый мешок и для той своей коптильни и искать другие породы напиливать опилок ну просто нет нужды ладно встретимся с вами уже тогда когда нужно будет скумбрию вешать в коптильню оставайтесь с нами прошло всего три с половиной часа ну три часа 45 минут и все пора уже доставать смотрите что здесь получается конечно к любой коптильне надо приноравливаться это не исключение смотрите что у меня получилось так и вот так смотрите цвет лег уже очень плотный особенно хорошо это заметно по треске видите как она желтая стала треска наверное даже слишком сильно закоптилась и еще момент посмотрите пожалуйста видите какое количество влаги что я хочу сказать вот несмотря на то как я уже говорил что очень многие коптильщики рекомендуют щепки увлажнять я категорически против такого подхода мне не нравится результат с влажными опилками и я бы усовершенствовал эту установку тем что проставил дополнительный патрубок и баночку то есть место где дым проходил бы и конденсат собирался бы чтобы дым шел в коптильню сухой сейчас эту рыбу надо убрать на 12 24 часа наверное на 24 часа проветриваться от излишнего дыма для выравнения всех вкусов и я наверное беру их как раз таки к скумбрии так вот эти собралась скумбрия в кучку положу здесь а это здесь и вот так все процесс проветривания рыбы пошел процесс завяливания скумбрии идет вот скумбрию я отправлю коптиться как я уже сказал завтра тоже наверное часа на 4 не больше опробовать буду рыбу скумбрию через сутки как она закончится коптиться семгу и треску получать через двое суток так что до встречи завтра с продолжением марлезонского балета и так скумбрия у меня провярилась сутки и сейчас я отправляю ее коптиться давайте сразу это и проделаем процедуру так сюда коптить я буду ее в подвешенном состоянии прикрываю крышкой вот как то так и запаливаю ну что процесс пошел что касается времени копчения у меня семга фактически сутки проветривалась до сегодняшнего дня и на мой вкус вот для меня она все-таки слишком сильно пахнет дымом поэтому три с половиной часа конечно я лишнего перекоптил у меня есть целая куча друзей и знакомых которым нравятся сильно копченые запахи сильно копченая рыба и прочее я не отношусь а к таким поэтому я на будущее и семгу при помощи этого дымогенератора буду коптить гораздо меньше часа полтора может быть час даже и скумбрию эту буду коптить наверное вообще час ладно полтора полтора часа подождем и до встречи ну и наконец таки самый любимый мой момент проба скумбрия коптилась у меня два часа и несмотря на то что по цвету она пожелтела но незначительно запах у нее достаточно сильный я конечно сейчас попробую и скажу но общее впечатление об этой коптильне ссылку на нее я повешу в описании обязательно ролика это же реклама так вот общее впечатление об этой коптильне это коптильня для тех людей у кого нет много времени то есть если вы живете в своем доме там свое удовольствие и у вас нет проблемы раз там в 12 часов подходить ну допустим утром и вечером коптильне то лучше не такую коптильню наверное брать а вот как у меня этот простенький дымогенератор если вы живете не в таком расслабленном режиме если вам важно экономить время то это коптильня да для вас потому что то чего я добиваюсь уверенно уже настроившись на своем домогенераторе за сутки здесь коптильня делает за час за полтора часа но и требует соответствующего отношения нужно к ней приноравливаться нужно четко следить за процессом чтобы не перекоптить не переделывать возможно есть кто-то среди вас такой любитель которому нравится что чем сильнее прокоптилось тем лучше я себя к таким не отношу ладно давайте уже пробовать бутерурот будет с красной копченой рыбкой смотрите какая вот вы видите какая красота отлично еще ломтик теперь в дело пойдет такой красивый хлеб салат щедро так рыбка авокадо помидор соус на основе майонеза и сладкой горчицы дижонской вот такой бутер так бутер готов ну и давайте сразу я располосую скумбрию смотрите какая она с отливом красота запах запах очень хороший соли можно немножко побольше чуть-чуть или подольше посолить лавровый лист чуть-чуть поменьше а в целом очень даже неплохо так ну и бутерброд бакаде с семгой мою нежную любимую извините за свинское поедание это очень классное сочетание подковченая семга авокадо который придает такую маслянистость дополнительную именно маслянистость свежесть помидорки и вот этот вот сладко-горчичный привкус соуса очень здорово так ну и все-таки дайте так сказать в чистом виде этой самой семге чекрыжу смотрите она очень плотная лишняя влага из нее ушла она жирная и маслянистая знаете в магазине иногда продают такую семгу копченую которая коптится сильнее то есть это ну как есть слабо соленая и нормально соленая так и есть хорошо прокопченная рыба и такая слабенькая вот это как раз хорошо прокопченная то есть просто в качестве нарезки я бы наверное предпочел более слабо копченую рыбу но если для таких блюд для бутербродов для пасты например с копченой семгой вот такая будет хороша а сказка я в принципе люблю итак подводя итог как я уже сказал если вы ограниченного времени то такую коптильню можно смело рекомендовать продавать ее минусы в первую очередь ну минус слишком большой поток дыма и поэтому нужно очень четко следить чтобы не перекоптить ее плюсы это всеядность для нее не нужны опилки мелкой фракции я закладывал туда щепу какую вы видели я закладывал здесь мне еще осталось не копченая вот такую щепу это выберовская она видите достаточно крупная есть и все это прекрасно работает в том виде в каком я вам показывал непосредственно в ящик наверное нет не порекомендую нужно сделать дополнительную проставку то есть пустить этот патрубок в емкость да нужно в консервную банку дырку проделать достаточно большого объема а из консервной банки другой подруга уже в ящик тогда влага которая есть в дереве будет в этой банке конденсироваться и в ящик пойдет уже сухой дым в целом прекрасно работает достаточно удобно регулируется и позволяет приготовить великолепную рыбу вливайтесь в ряды коптильщиков спасибо вам за компанию огромное спасибо за ваши лайки дизлайки и за комментарии под этим видео не забудьте оставить комментарии и лайки дизлайки тоже поставить всем пока и 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